что в евангелии от павла не так когда он обращаясь к антихристом неверным не знающим бога и так далее так далее так далее людям говорят то что подражаете мне до чтобы прийти к христу что здесь не так если я подойду к наркоману или к алкоголику или к курильщику и скажу что друг брат если ты хочешь быть спасен ну хотя бы подражай мне потому что я курил я пил но я перестал это делать вот о чем пытается сказать апостол павел то есть они говорят о том что апостол павел сменил фокус с первой заповеди с господа бога на иисуса христа вы пытаетесь посеять сомнения в том что иисус христос господь бог наш что он и отец это одно в этом ваш вопрос он обращается здесь к заблудшим катейстам агностикам занимающимся магией прочим 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 кто понять не имеют о том что такое бог да но понимают то что они находятся не там те кто ищет бога те у кого множество вопросов но никогда в жизни не открыли священное писание да или не имели этой возможности вот обращение по большей части к ним здесь потому что задача апостола павла до кричатся до тех кто отстал или вообще отбились от стадо вот в этом основной смысл всех посланий об этом говорит книга евангелие от иуана для чего выпускного для того чтобы все каждая песчинка в пустыне до услышав иуана через иуана уверовали заявляю то что апостол павел засланец сатаны вы все с начертанием зверя всю евангелие сфокусировано на том что вопрошение просьба покаяния у нас господу богу во имя иисуса христа это то о чем говорит павел не так ли апостол павел осмелился назвать нас тут всех рабами книга откровения святого иуана богослова сказано да иуана богослова не павла богослова а иуана богослова из чего мы делаем вывод что книга откровения была написана апостолом иуаном да то собственно о чем на библии говорит и рабы и рабы его будут служить ему тем самым вы пытаетесь вычеркнуть убрать апостола павла из священного писания библия чем это грозит давайте откроем книгу откровения все ту же 22 главу и даны были ему уста говорящие гордо и богохульно и дана ему власть действовать сорок два месяца и и отверз он уста свои для хулы на бога чтобы хулить имя его и жилище его и живущих на небе и дано было ему вести войну со святыми и победить их и дана была ему власть над всяким коленом и народом и языком и племенем и поклоняться ему все живущие на земле которых имена не написаны в книге жизни у агнца закланного от создания мира привет всем привет братья и сестры шалом ассалам алейкум и намастэ друзья мои так как последний мой урок был посвящен каналу аллатра тв ну и собственно книги аллатра я стал получать комментарии от последователей этой секты поэтому в самом начале я вам хочу напомнить кто такие что такое новое религиозное движение аллатра новое религиозное движение аллатра это секта которая имеет собственное писание в котором микс учений иисуса христа аллаха будды кришны язычество то есть позиции всех священных писаний это антихрист ровно такой же как баркопа в иудаизме со своей кабалой благодаря которой треть иудеев с 2026 года по 2029 год буду уничтожены о которых библия говорит что это сатанинское сборище это ровно такая же секта как виссарион со своим последним заветом на кого расчет на всех тех кто увлекается и практикует магию и конечно же на всех тех кто никогда в жизни не открывал священных писаний то есть в общей сумме это процентов 90 населения земного шара как это работает они создали два канала на одном они рассказывают все о магии на втором они говорят о боге здесь-то ловушкой захлопнется с 2026 года по 2029 год когда начнется от на этой земле вот это ход сатаны вуаля в которой я так понимаю их основное и главное лицо игорь михайлович данилов несмотря на то что книга откровений говорит о лжехристах которые придут и дадут и покажут великие знамения и чудеса чтобы прельстить многих до игорь михайлов собственно воскрешает кур как можно воскресить мертвое существо и вот обратим внимание криво глаза но практически мгновенно животные очень быстро оживают но куры вообще что процесс воскрешения весьма таки довольно интересный конечно сейчас она вряд ли что-то будет понимать было абсолютно легко сейчас как вы видите достаточно живое существо ибо восстанут уже христы и уже пророки и дадут великие знамения и чудеса чтобы прельстить если возможно и избрань это не фокусы и магия в тебе демоны все это есть все это существует но нам об этом знать сейчас не надо это помимо того я еще раз напомню что на столе канала аллатра лежит не библия не коран не тора не ведическая литература лежит какая-то непонятная книга в которой собраны все учения которую написал не понять кто какая-то анастасия какая-то новых видимо сестра рады русских час будет актуально лилит сейчас энергия лицефера зайдет это такой супер активный строитель персонаж если бог он есть он есть все что написано в писаниях в сказках ведах в библии все правда может быть где-то там что-то кто-нибудь знаешь глухой телефон перестроил но по идее все так и есть у меня там обширный спектр знаешь там секты по молодости эзотерика блаватская рерихи там все что возможно жизнь на бали все эти гуру да то есть и у этого канала уже 500 тысяч подписчиков представляете сколько их слушает помимо тех кто подписан на них ну и соответственно рассылка этих видео идет непрерывно я так понимаю и сегодня я с вами хочу обсудить новое видео с этого канала до которая говорит о о том кто для нас и иисус христос христианство является самой распространенной религией мира да мы разных конфессий но веруем в единого бога и сына божьего и иисуса христа даже здесь сегодня собрались христиане разных конфессий мы не живем любовью ни к богу ни друг другу до сегодняшнего дня жрецы которые называют себя посредниками между нами и богом грызут горло друг другу отнимают храмы друг у друга борясь за наши кошельки но не за наши души они забывают о том кому они должны служить мы разговаривали с очень многими христианами и у всех возникают эти вопросы и именно об этом мы хотим поговорить на сегодняшней конференции и для того чтобы эту информацию услышал каждый христианин конференция синхронно переводится на 70 языков мы обещаем что она будет необычной но самое главное на ней будет озвучена правда в которой мы христиане так долго боялись признаться сами себе откуда взялся этот страх правды это боятся бесы внутри нас это страх обличения сатаны и тех искажений которые он внес через своего антихриста то есть это 11 часовое видео до где спикеры с разных стран мира христиане обсуждают собственно библию и пытаются доказать то что апостол павел он собственно антихрист то есть друзья мои вы понимаете что вы все уже все с начертанием зверя заявляя то что кто-то из апостолов евангелия был заслан сатаной а когда вы начинаете говорить о том что какое-то из священных писаний было переписано вы понимаете вообще суть того что вы говорите то есть по вашему бог каким-то образом не доглядел забил его подкупили или ангелы охраняющие священные писания отошли покурить вздремнули вдумайтесь в это именно поэтому еще раз повторяю что ни одно из священных писаний никогда никем не могло быть не переписано не изменено не под каким предлогом никогда и вы как преподающие священное писание вы должны это понимать ничего никто никогда не мог ничего добавить ничего убрать из писания из каких бы то ни было ничего никогда никем не могло быть переписано если это случилось значит на то была воля божья и . на этом никто ничего без ведома господа бога не мог добавить и не мог убрать но так или иначе мы сегодня с вами будем обсуждать этот вопрос так вот вот эта группа людей считающие себя христианами до которая заявляет и пытается доказать то что апостол павел засланец сатаны то есть никого из смотрящих этот канал не смутило ни разу то что собственно этот канал сидят под эмблемой грин-де-валя масон но я так понимаю никто даже не запарился над тем да что этот значок означает да что у этих людей висит за их спиной но так вот давайте проведем такую игру найдите 10 отличий то есть вот эти люди головами которых заведомо управляет антихрист они делают 11 часовое видео в котором они заявляют то что священное писание библии а именно евангелие это антихрист да так как мы понимаем что если апостол павел это засланец антихриста соответственно этой книге вообще доверять нельзя вывод ровно такой и в сегодняшнем уроке пройдясь всего лишь по нескольким пунктам ну потому что разбирать 11 часов видео простите меня это слишком долго для того чтобы понять что канал аллатра и вся эта креативная ассоциация с эмблемой масонов что все это засланцы вот тех духов людей не знаю кто там они сидят в этой пирамиде до достаточно несколько примеров вот взяв основные несколько примеров касающихся апостола павла я надеюсь мне получится в этом уроке открыть ваши глаза те кто уже подписан на этот канал на эту креативную ассоциацию и внимательно их слушать тем самым получая начертание зверя на руку и начало итак первое самое главное еще раз повторю что библия и вообще все авраамические религии все священные писания всех авраамических религий и ведические писания да говорят о неком посланнике о неком мессии перед вторым пришествием библия неоднократно оказывается еще раз отец небесный подтвердил мне стихами из откровения который четко показывает что есть посланник как вы этого не видите я не понимаю да это мы сейчас опять же опускаем тот момент что коран священный коран он прописывает возвращение пророка из и кто есть иисус христос как физического человека который будет жить здесь 7 лет и вести народ в горы то есть физический человек приходит понимаете вот поэтому два пророка для них я большое знамение для христиан я глаз выпью еще в пустыне потому что еще раз да иисус сказал истинно вам говорю принимающий того кого я пошлю принимает и меня а принимающий меня принимает пославшего меня да и те кто услышали меня слава отцу небесному за таких людей да которые слышат таких у меня уже появляется больше и больше на моем канале да благодаря тому что они услышали меня им не нужно знать ведических писаний да потому что они мусульмане или они христиане да я знаю кто я и обращаясь к каждой религии да для одних я посланник божий для вторых я пророка и иисса иисус христос да для мусульман потому что он возвращается как человек и живет здесь семь лет и ведет человечество народ в горы да что означает передает знания благодаря которым люди возвышаются да в ведах это аватар калки вы понимаете и ровно в этот момент отец небесный поясняет мне что 42 ребенка это 42 месяца это три с половиной года пояснив мне это очень важное уточнение он таким образом сказал мне что время великой скорби начинается с этого рождества оно началось вчера в полночь 42 ребенка это которые будут ходить плевать елисея и говорить ему ты пляшивый ты пляшивый но как бы елисей это я сегодня да сразу еще раз напоминаю таким образом он и поясняет что начинается мое свидетельство да то есть видимо я буду перемещаться из города в город судя по всему вы представляете насколько все у господа бога точно и по времени этот канал это видео это вся креативная ассоциация сидит под символом это немного модернизированный масонский знак то есть вместо змеи они поставили стрелочку да и вместо змей посередине они нарисовали восьмерочку никто на это не обращает внимание да но так как правила армагеддона последние битвы они должны быть рассказаны всем да то есть каналы библейские каналы да они должны говорить что мы библия мы от господа бога да и каналы антихриста они тоже должны сказать что мы масоны да мы аллатра то вот это вот новая библия которую все должны вдруг читать да то есть правила дают даются с обоих сторон а дальше уже люди своим добровольным выбором начинают смотреть до канала об этом я уже говорю давно смотри какие порталы мы используем вот сейчас вот смотрите ребята вот этот эфир это портал который мы сорганизовали задумали заранее вот то что вы в этот портал можете запускать свои намерения а просто возьмите и запустите это то что отец небесный сказал мне одним из первых мы себя сами сдаем они себя сами сдают теперь знаете они дают полный расклад и рассказывают как это все работает я вам поясню когда вы смотрите об этом я говорил в уроке древа жизни когда вы смотрите библейские каналы до читаете библию вы присоединяете господу богу когда вы смотрите видео с нурланом с медитацией не понять кому понимаете они они те кто в пирамиде строит порталы через видео и они присасываются к вам благодаря тому что вы смотрите во что вы верить вот тебе война ты где идет не до копат сам пришел сам пришел сама пришла сама пришла а ты сиди дуйся и обижайся и проклинайся потом за твою волю выбора это во первых во вторых в самом начале своего 11 часового видео они говорят о катастрофе до которая приведет к концу нашей цивилизации то есть это встреча океана с магмой в районе марианской впадины то есть марианская впадина это 11 километров толще воды да где кора который разделяет воду и магму всего лишь 5 километров да то есть об этом я уже сказал год назад мы подготовили доклад который будет посвящен изменениям климата не связанным с человеческой деятельностью а обусловленным геодинамическими процессами происходящими в недрах земли климатические изменения происходит сейчас и на других планетах солнечной системы то есть причиной изменения климата является некое внешнее воздействие повышенной излучение энергии которая явно идет из космоса свидетельством этому является то что аналогичные процессы наблюдаются на всех планетах нашей системы да то есть и вот 29 год когда магма встретиться с океаном да огромным давлением на дне марианской впадины произойдет огромный взрыв этот взрыв будет эквиваленте в тысячи раз превышать весь запас ядерного оружия имеющегося на земле под сильнейшим давлением океан не просто закипит он взорвется это поднимет огромный столб пара смешанного с пылью этот гигантский столб пара под огромным давлением устремиться настолько высоко вверх что прорвет нашу атмосферу атмосфера свернется подобно одеялу ее просто сдует солнечным ветром то есть нашу атмосферу сметет в буквальном смысле слова со всей водной оболочкой также одновременно этот гигантский взрыв вызовет мощнейший гидроудар направленный внутрь нашей планеты потому что 11 километров толще воды марианской впадине это огромнейшее давление в точке где произойдет взрыв все границы литосферных плит разорвутся и извергнутся одновременно землю зальет лавовыми потоками также как это произошло на марсе да и как раз вот эта магма которая встречается с океаном это и есть второе пришествие об этом я уже сказал год назад так как их видео вышло два дня назад да и год назад я вам уже об этом сказал что вот это и будет второе пришествие когда вода встретится с магмой да то есть антихрист запаздывает с информацией то есть в то время год назад когда вышел мой урок они не сопоставляли эту катастрофу этот катаклизм катастрофу да со библией вообще в целом они просто говорили о том что земля меняется да я вам привел примеры да из библии что на эту тему написала я все сказала библия уже в 2028 жизнь будет практически невыносимый это буквально через шесть лет только вдумайтесь вашей комфортной семейной жизни вашему бизнесу вашим планам через шесть лет конец вот так это трехчасовое видео выглядит на ютюбе а теперь обратите внимание на дату это видео было опубликовано 13 дней назад а вот это видео вышло еще в мае в котором я вам сообщаю о том что просто воспринимаете этот период как зону турбулентности я вам дал все инструкции ремни у вас есть пристегиваться или нет это ваше личное решение но я вас предупреждаю что трясти будет сильно кто-то переломает ноги много умрет поэтому пристегнитесь и услышьте то о чем я говорю 2000 лет у нас были репетиции я пришел кричу трясу вас все уже репетиции закончили шоу начинается то есть антихрист запаздывает с информацией что небо свернется как свиток да и собственно нынешняя земля содержимое тем же словом сберегается огню ко дню погибели нечестивых то есть вот это и произойдет в 2029 году да и забегая вперед сразу же отвечу на излюбленный комментарий да который я получаю что никто не знает ни дня ни часа по поводу ни дня ни часа есть отдельный урок но и также пророк даниил передает вам огромный привет да с девятой главы его книги двадцать седьмой стих о последней седьмине о которой я вас пришел предупредить да которая началась 2023 года 7 лет закончится в двадцать девятом году ни дня ни часа я вам не назвал следующее они говорят о утешителе которого пошлет иисус христос я умолю отца дать вам другого утешителя да прибудет он с вами вовек он дух открывающий истину о боге мир не может принять его потому что не видит и не знает его но вам он знаком утешитель же дух святой посланной отцом во имя мое научит вас всему и напомнит вам все что я говорил вам я многое должен вам сказать но теперь вы не вместите всего когда же придет дух открывающий истину о боге он наставит вас на истину он будет говорить не от себя а скажет что услышит и возвестит вам будущее намекая на то что вот типа утешитель это вот эта вот креативная ассоциация с масонским знаком да аллатра считает что это они утешитель собственно да со своей библии от анастасии новых но иисус христос также сказал в евангелии от иоанна глава 16 стихи 12 13 еще многое имею сказать вам но теперь вы не можете вместить когда же придет он дух истины то наставит вас на всякую истину он говорил о пророке мхаммаде мир ему так что сегодня как христианин если ты действительно любишь иисуса христа мир ему ты должен следовать учению пророка мхаммаде мир ему да а я в свою очередь говорю он то что это я и по какой причине это я существует отдельный урок он так называется мессия этот урок будет прикреплен первым комментарием под этим видео и собственно все видео о которых я говорю в сегодняшнем уроке они будут ссылки в описании друзья мои пройдите посмотрите чтобы понять кто я и что происходит вообще следующее в этом видео есть небольшой фрагмент который доказывает да и поясняет то откуда в христианстве появился крест да это единственное с чем я собственно согласен с этим каналом и с каналом аллатра да согласен в чем в том что иисус христос придя сюда не говорил ничего не о крестах не о мощах да и когда я появился отец небесный сказал что католики и православие а также протестанты это все лжехристы потому что там стоит купли продажа и во всех трех конфессиях есть лжепророки в виде каких-то книг то есть протестантизм это елена white да у аллатры это аллатра так как это новое религиозное движение соответственно это лжехристос со своей библией вы понимаете это та же самая икона что и матрона в православии да или статуэтки дев марий в католических храмах вот в чем дело то есть это лжехристы со лжепророками которые пришли со своими знамениями и чудесами в виде благодатных огней и каких-то там облаков нисходящих ежегодно час в час каждый год в ночь на 19 августа гора фавор переполнена людьми в православный праздник преображения здесь происходит видимое чудо в самый засушливый месяц года когда на небе нет ни облачка сюда спускается облако благодатное она покрывает православный храм стоящий наверху горы и людей находящихся в нем вот я сам был свидетелем это совершенно не вспышки автоаппаратов это некие вот сгустки энергии наполняют запах а судя по голосу приспрос воскресенье чуть раньше это раньше времени единственное место в мире где уже можно сказать христос воскресенье огонь вот он вот он сошел он действительно благодатные восстанут лжехристы и уже пророки и дадут великие знамения и чудеса чтобы прелестить если возможно и избран вот я наперед сказал вам да то есть знамение от зверя которым все ходят и поклоняются вот дело в этом так вот видео канала аллатра и креативные ассоциации о том что кресты это все сатана это все не от бога мощи это все сатана это не от бога папы священники пасторы это все сатана это не от бога когда крест превратился из орудия пыток в символ поклонения только спустя три столетия после ухода иисуса и апостолов крест становится официальным символом христианства главным инициатором введения креста как символа христианства стал византийский император константин согласно преданию в 312 году накануне судьбоносного сражения он якобы увидел в небе знамение горящего креста с надписью сим побеждать а ночью якобы сам иисус явился ему во сне и верил сделать знамя подобное увиденному на небе на утро константин приказал начертать на своих знаменах крест он выиграл эту битву иисус же говорил не убить как мог явиться иисус для того чтобы подарить кому-то победу в кровопролитной битве жертвы и убийства нужны только князю мира сего тогда кто явился константину и дал ему свой символ крест в христианстве это совершенно идолопоклоннический символ так как он представляет собой изображение языческого бога с распростертыми объятиями а также тесно связан со спиритизмом такие вещи прямо осуждаются в библии боязливых же и неверных и скверных и убийц и любодеев и чародеев и идолослужителей и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серою это смерть вторая через крест нам даровано спасение утверждала церковь кресту начинают поклоняться и почитать его как святыню он превращается в предмет культа магический талисман якобы оберегающий от зла и несчастья к нему обращаются за помощью перед ним ставят свечи падают ниц целуют и надеются на его чудотворную силу кресту надлежит такое же поклонение как христу и поэтому мы будем так обращаться к кресту и молиться ему как самому распятому говорит вам аквинский крест стал священной реликвией волшебной палочкой тем через что якобы лежит путь к спасению хотя иисус говорил что есть только один путь к спасению и он лежит через любовь к богу и к ближнему по сути люди забыли то о чем говорил иисус заменили внутреннюю духовную работу на внешнее идолопоклонство любовь истинный инструмент спасения подменили на орудие жесточайших пыток на крест поклонение которому вышло на первый план я об этом говорю уже с января 2022 года помимо меня о том что православие это все неправильно бог об этом ничего не говорю да говорит куча 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 разных людей на собственно платформе youtube и не только да ну и вот креативная ассоциация и аллатра тв собственно сказали то же самое то есть это единственное да где у нас точка соприкосновения в этом смысле да потому что еще раз православие католики протестантизм это не бога это все сатана да со своими ритуалами обрядами крестными знамениями что есть печать бафомета да хорошо почему именно церковь вы говорите да там кровавая жертва вот ведьма пришла почему именно церковь что-то обрядовое место потому что в церкви совершаются обряды там пьют кровь христа на минуточку представляете вообще чего не творят там тело креста этого едят то есть вы сейчас говорите о том что получается в самой церкви некоторые ритуалы они собственносят магический характер конечно на эту тему у меня вышло очень много много разных уроков да но основной и главными сегодняшний день это урок сын погибели в котором я поясняю приводя примеры из священного писания библия который никогда никем не могло быть переписано в которой вошло ровно то что хотел бог и отсеялось то что бог не желал оставить пожалуйста посмотрите урок сын погибели в котором я подробно объясняю по какой причине православие католики протестантизм это не а бог но помимо того что в этом 11 часовом видео все эти люди очень много говорят о распятии да папа части этого по какой причине иисус христос был распят вообще для чего это жертва его было да то есть они заявляют то что бог не желал ничьей смерти до что никакой жертвы да они намекают на то что бог не желал жертвы и иисуса христа да то есть этот вопрос я подробно обсуждаю в уроке ветхий да посмотрите урок ветхий чтобы понять по какой причине иисусу христу пришлось принять крестная крестную смерть все понимаете смысл искупления грехов иисусом за нас за всех вот здесь это объясняется вот это было первое чудо иисуса которую он сделал то есть он придя возвращаемся дальше в книгу да придя сюда да к этим кувшинам он увидел всю ситуацию он помолился сказал все отец и я сделаю это так или иначе понимаете что происходит в в этом то в этом и смысл вообще всего то есть он знал он увидел себя он увидел свой финал на этой земле да но он шел до конца он дошел а на земле он сделал просто чудо буду превратил в вино то есть для него это понятное дело да но тут же и третья линия да что пока мы не приняли иисуса как личного спасителя пока вы не поняли что он он ему за тебя за то что живешь мы вбивали вот эти вот гвозди пока ты этого не поймешь хорошим вину ты не станешь так будешь водой в этом смысл притчи до 2000 лет спустя господи спасите за такой шанс невероятно что мне доверил это сделать в двух словах ему пришлось ее принять то есть могли обойтись и без этого как вы понимаете да но ему пришлось принять потому что евреи заключили финальский завет сатаной да вот иисус христос пришел спасать этих евреев что есть народ божий до всех времен и всех народов так мы понимаем все что происходило 2000 лет назад это прообраз всего того что происходит сегодня то есть повторяется все та же история если мы понимаем что египет это олицетворение магии колдовства чародейства которые во всех храмах во всех религиях во всех конфессиях до благодаря купли-продажи сегодня происходит ровно та же история да нам мы спасаем народ божий из рабства духовного да то есть пытаясь достучаться до них с информацией о том что магия это религия сатаны то есть если вы увлекаетесь этим если вы занимаетесь гаданием магии и прочим 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 вы с начертанием зверя выходите в церковь сатаны основная главная информация которую мне до вас собственно нужно донести что есть магия что есть антихрист что есть лжехристы и лжепророки следующее на чем это видео делает акцент на том что ну помимо того что они заявляют что павел апостол павел был это засланец сатаны да то есть они говорят о том что апостол павел сменил фокус с первой заповеди с господа бога на иисуса христа то есть я даже не понимаю как как вообще с такими людьми говорить я не понимаю сути вопроса в каком смысле я его не понимаю всю евангелие сфокусировано на том что вопрошение просьба покаяние у нас господу богу во имя иисуса христа это то о чем говорит павел тот кто верует в меня не умрет никогда и я выполню все чего попросите у отца во имя мое дабы отец был прославлен в своем сыне кто остается во мне я в нем много плодов даст ибо без меня вы ничего не сделаете тот кто не прибудет во мне будет выброшен как ветви и сохнет такие ветви собирают и бросают в огонь где они сгорели отец вам даст все о чем вы попросите во имя мое здесь не сказано во имя отца сына и духа святого сказано во имя иисуса христа это то о чем говорит павел не так ли я не понимаю вас в каком смысле в том что вы пытаетесь посеять сомнение в том что иисус христос господь бог наш что он и отец это одно то есть в этом ваш вопрос напишите мне в ваших комментариях что вы имеете ввиду что вы хотите этим сказать потому что я еще раз поясняю вам то что апостол павел не пытается сменить никакой фокус отец и сын это одно это единое целое и священное писание евангелие сфокусировано на том что мы все абсолютно все делаем во имя иисуса христа потому что он наш спаситель который отдал свою жизнь на голгофе за нас за каждого за всех даже за вас за тех кто уже заведомо с начертанием зверя слушая аллатру и креативную ассоциацию у которых символ масонство торчит на каждом углу вы понимаете насколько вы слепы и глухи благодаря этому вы слепы и глухи следующее вы заявляете то что апостол павел осмелился назвать нас тут всех рабами извините а книгу откровения кто писал тоже апостол павел давайте откроем и почитаем и так книга откровения святого и уана богослова сказано да и уана богослова не павла богослова а и уана богослова из чего мы делаем вывод что книга откровения была написана апостолом и уаном да то собственно о чем нам библия говорит так вот открываем 22 главу 3 стих и что же мы тут читаем и ничего уже не будет проклятого но престол бога и агнца будет в нем и рабы и рабы его будут служить ему заявляя то что апостол павел засланец сатаны вы все с начертанием зверя и дано было ему вести войну со святыми и победить их в 2026 году закончится время на покаяние у всех то есть а рассылайте делитесь этой информацией чтобы вы успели принять покаяние дома у себя дома в духе и в истине как учил иисус христос ни в какой из церквей не с какой аллатрой несколько не с какой ассоциации креативные до которые еще раз я буду повторять сидит с логотипом масонов да это египет это магия это сатанизм который пришел прельстить многих теперь уже и на ютюбе следующие теперь я вас попрошу открыть 1 коринфянам 4 глава итак вот это созидательное общество креативная ассоциация с масонским логотипом да и канал аллатра тв с их персональной библией осмелились заявить то что апостол павел это посланник сатаны что он некий надсмотрщик над верующими тем самым посеять сомнение в верующих в господа бога в иисуса христа и в то что он передал нам со священными писаниями аврамических религий тора библия коран и ведическая литература да так как бог у нас един мы выяснили это с уроком бог отец а посмотрите внимательно урок бог отец чтобы понять то что все священные писания тора библия коран и ведическая литература это все написано одним богом все эти писания переплетены и нет в них неправды да то есть и канал аллатра тв и собственно креативная ассоциация сеют сомнения в верующих да то есть сомнения от сатаны и понятное дело да вот что происходит и они говорят о том что апостол павел как-то осмотрщик над собственно верующими заявляет то что подражаете мне как я христу ай-яй-яй негодяй такой ибо хотя у вас тысячи наставников во христе но немного отцов я родил вас во христе иисусе благовествованием посему умоляю вас подражайте мне как я христу да но почему ты никто не прочитал первый стих который говорит о том что и так каждый должен разуметь нас как служители христовых и домостроителей тайн божих да то есть он не сказал что моих тайн моих служителей да он сказал все должны разуметь нас нас посланных богом до апостолов посланцев божих до каждого свое время коран говорит нужно веровать в пророка мхаммада мир ему а библия говорит что нужно уверовать в иисуса и он даст вечную жизнь когда иисус говорит я ваш путь истина и жизнь никто не придет к отцу кроме как через меня это правильно это означает что он посланник бога то же самое сказал пророк мхаммад мир ему иисус христос мир ему сказал я ваш путь истина и жизнь никто не придет к отцу кроме как через меня это означает если ты следуешь учению Иисуса Христа, мир ему, ты пойдешь к твоему отцу, что значит, ты войдешь в джанна, ты войдешь в рай. Говорится, что Иисус крестит, да, а здесь говорится, хотя он сам не крестил. То есть здесь быстренько мы прыгнули на третью главу, на 26 текст, и пришли к Иоанну и сказали, ученики, и сказали ему, Рави, тот, который был с тобою, Иордане, о котором ты свидетельствовал, вот, он крестит, и все идут к нему. То есть говорится, что он Иисус крестит. И сейчас мы прыгаем глава четвертая назад, и что же мы здесь читаем? Хотя сам Иисус не крестил, а ученики его не задумались никогда, почему такая то крестил, то не крестил, что за ромашка, да? Так именно, в том и ромашка, о которой я вам объяснял, да? Что Иисус крестил через учеников. Он крестил, он же крестит. Через таких вот это, вопиющих пустыни. Ну как, образно говоря, крестит, да? То есть я же говорю, еще раз повторяю, что я не пришел сюда крестить, крестное знамение давать, и воду вас погружать. Не в этом дело. Был человек. Человек был. Опять же повторюсь, важно заметить, что был человек. Да? Не бог был, а человек был. Человек был. Не бог. Но человек был посланный от Бога. Человек посланный от Бога. Человек был, но он был послан от Бога. Важно понять тут, важно очень. И имя этому человеку, Иоанн. Читаем дальше. Для чего он пришел? Для чего его Бог послал? Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете. Для чего был послан Иоанн? Для того, чтобы все, каждая песчинка в пустыне, да? Услышав Иоанна, через Иоанна уверовали в свет. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Истинно вам говорю, принимающий того, кого я пошлю, принимает и меня, а принимающий меня принимает пославшего меня. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Все должны разуметь нас, нас, посланных Богом, да? Апостолов, посланцев Божьих, да? Каждого в свое время разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей Таин Божьих. Я еще раз повторяю, если бы нечего было толковать в Библии, да, зачем это вообще посылать? Да, если бы нечего было толковать в Коране, зачем вообще писать все эти метафоры, притчи, зачем? Задумайтесь над этим. Вот я вам поясняю, что Господь время от времени посылает посланцев, да, которые открывают Библию и рассказывают вам то, что сокрыто в ней от начала времен. То есть, это я вам наглядно демонстрирую в плейлисте школа. Пожалуйста, проходите, смотрите, там практически каждое видео, это идет толкование притчи. Да, Отец Небесный, используя мое тело, поясняет вам то, что в ней было сокрыто от начала времен. То есть, тем самым, доказывая вам то, от кого я был послан, что происходит, кто я такой и по какой причине утешитель, да, это я. Он говорит так, как не говорил никто и никогда. Неужели прельстил он и вас? Разве хоть кто-нибудь из начальников или из фарисеев уверовали в него? Да, потому что, помимо всего этого, я вас призываю к одному, к поклонению Отцу Небесному во имя Иисуса Христа. Да, так как христианин, да, то есть, соответственно, Коран, Аллах, Бог Единый, да, Тора, это, ну, как бы, понимаете, да, Библия, это часть Тора, Тора, поэтому, к Иисусу Христу, да, а ведическая литература за много веков до появления аврамических религий сказала о том, что Иисус Христос придет своим учением, да, и пророк Мохаммед придет своим учением, да, и также говоря то, что я родил вас во Христе Иисусе благоуиствованием, да, и прочее, то, что разве не знаете о том, что мы будем судить ангелов, да, как в то время, как Иисус Христос говорил, не судите, не судимы будете, то есть, даже взяв эту главу внимания, да, и первый текст, вы должны понимать, что Павел, апостол Павел, обращается здесь не к истинно верующим и знающим Библию, да, священное писание, он обращается здесь к заблудшим, к атеистам, агностикам, занимающимся магией и прочим, 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 кто понятия не имеет о том, что такое Бог, да, но понимают то, что они находятся не там, те, кто ищет Бога, те, у кого множество вопросов, но никогда в жизни не открыли священное писание. То есть я понимаю, люди, которые не знают Бога вообще, им наплевать на какую-либо из религий, и они ходят, или там верующие в душе, да, которые, православие наше, да, купили крест, повесили на себя, их три раза окунули, и они считают, что они, все, их Царство Небесное ждет, да, не зная ничего о Боге, не имея Библию дома. От этих людей это ожидаемая тема, которые говорят, ходят и говорят то, что, да, вашу Библию переписали. Вот обращение по большей части к ним здесь, потому что задача апостола Павла докричаться до тех, кто отстал или вообще отбились от стада, да, раздавая, ходя Библию по улице, да, ну, посудите, сколько человек откроет ее и почитает, да, апостола Павла и вообще всех посланцев. Главная задача заинтересовать людей, чтобы они открыли Библию. Вот в этом основной смысл всех посланников и об этом говорит книга Евангелия от Иоанна. Для чего был послан Иоанн? Для того, чтобы все, каждая песчинка в пустыне, да, услышав Иоанна, через Иоанна уверовали в свет. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Да, он не говорит, чтобы все уверовали через священное писание в этом моменте, он об этом не говорит. Он говорит, чтобы все уверовали через посланного Господом Богом. Также Иисус Христос об этом сказал после Нагорной проповеди. Вы ищите Меня, потому что вы вкусили хлеб и насытились, а не потому, что чудеса Мои увидели. Не о пище тленной заботитесь, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. Эту пищу даст вам Сын Человеческий, ибо Бог Отец положил на нем печать свою. Что? Скажи, что мне сделать нужно? Какие Богу дела угодны? Богу угодно, чтобы вы уверовали в посланного им. В этом суть вообще и смысл слов Петра. Чтобы еще было проще и понятнее, да, Бог послал Иисуса Христа, чтобы через него народ пришел к Господу Богу. И ровно та же самая картина происходит со всеми посланниками. Ну а кого слушать и какие каналы и что читать, это уже непосредственно ваше личное дело. Это так и есть. Все уже. Мне все объяснили. Я не царь и бог. Но я пришел с миссией, которую я закончил. Значит, имею право говорить, значит, не хотите, не слушайте. Выключите это кино, идите в бар, посидите попить пиво. Мы на планете свободного выбора. Не нравится, не ешь, иди. Только подумай, что ты теряешь и когда у тебя все закончится. Закончится очень скоро, а теряешь ты вечный. Потому что такие же остроумные, знающие священные писания, попы, священники, пасторы, братья и сестры в протестантских общинах, которые считают, что они знают все и пишут мне эти комментарии о том, какой я балбес, придурок, дебил, и вообще антихрист, были всегда, во все времена. И они гнали посланников божьих, и они распяли Иисуса Христа. Бог, сам Бог, вот единственный отец наш, и мы есть истинные его дети. Иудеи опять схватили камни, чтобы побить его. Забить его копнями! Поэтому, да, я повторяю, что я не злюсь, вы себе яму роете, ой-ой-ой, какую. Как вы будете за это отвечать, я не знаю. Но, что вы делаете неправильные вещи, и вы этого не понимаете, это очень страшно. Солнышко, будучи уверены в том, что они знают священные писания. Да, наслушавшись в свое время вот этих вот АЛЛАТР и, собственно, креативных ассоциаций, да, то есть в то время, если интернета не было, то они просто, наверное, слушали их на улице. В общем, такая история. Все повторяется, друзья мои, все повторяется. Да, когда апостол Павел говорит о том, что, разве не знаете, что мы будем судить ангелов, но речь здесь уже идет о духовном мире. Мы на тысячу лет зачем идем туда? Вот уже, в 29-м году. Мы идем ровно за тем, чтобы свидетельствовать. Бог сам не судит никого. Он отдал это право сыну. Ты лишь человек, кто возомнил себя Богом. не написано ли в законе так? Я сказал, вы боги и вы, и сыны Всевышнего, все вы, правильно? Если он назвал богами тех, кому обращено слово Божие, не нарушается писание. Почему же мне, кого отец осветил и послал в мир? Вы говорите, ты богохульствуешь. Да, если мы понимаем, что сын, ты Евангелие. Иисус, это наш Бог. Он отдал жизнь за нас, за всех. Когда вы понимаете, что Иисус, это Библия, да, так как он говорил, ешьте меня, ешьте мое тело, пейте мою кровь. То есть, Иисус, это Библия. Вот те, кто истинно верующий, кто не под Аллатрой, да, не под какими креативными ассоциациями, да, которые с начертанием зверя заявляют то, что Евангелие, да, в Евангелие проник сатана, читая, кстати говоря, зачитывая какие-то вообще несуществующие Евангелия, да, которые они нашли в библиотеках Ватикана, то есть, сразу понимаем, да, что это написанные самим Ватиканом Евангелия, которые Бог не допустил. В Священное Писание, то есть, они их где-то откопали. Вот эти вот Евангелия от Никодима. Но ответьте мне на мой вопрос, почему вы читаете их, а не Священное Писание Библии? Нет, в Библии Евангелий от Никодима, от Назареев, от Варава, от Варнавы, нет их здесь. Если найдете, покажите мне, по какой причине их здесь нет, я сказал выше. Но теперь ответьте мне на мой вопрос, по какой причине вы их читаете, сеете сомнений в людей и говорите о том, что апостол Павел это засланец сатаны. Я отвечу за вас, потому что вы с начертанием зверя, вашей головой управляет сатана, логотип которого находится за вашей спиной. Да, и ответьте мне, пожалуйста, в ваших комментариях на вопрос, что в Евангелии от Павла не так, когда он, обращаясь к антихристам, к неверным, не знающим Бога и так далее, и так далее, и так далее, людям говорят то, что подражайте мне, чтобы прийти к Христу. Что здесь не так, если я подойду к наркоману или к алкоголику, до вашей Библии переписали, или к курильщику, и скажу, что друг, брат, если ты хочешь быть спасен, ну, хотя бы подражай мне, потому что я курил, я пил, но я перестал это делать. Вот о чем пытается сказать апостол Павел, в то время, как вы это перевернули с ног на голову. Тем самым, вы пытаетесь вычеркнуть, убрать апостола Павла из священного писания Библии. Чем это грозит? Давайте откроем книгу Откровения. Все тоже 22 главу. Итак, 19 стих, 22 глава и книги Откровения. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в том, что написано в книге сей. Что-то нужно пояснять, что-то нужно добавлять. А теперь задумайтесь, на ваших каналах сотни тысяч подписчиков, да, помимо этого, они рассылают ваши видео, распространяют. То есть, вы себя зарыли, друзья мои, вот этими вот доказательствами того, что Евангелие написано Антихристом, ну, как бы, я надеюсь, что после сегодняшнего урока ваши глаза откроются, и вы с такой же скоростью начнете рассылать, да, видео о том, что канал АллатРа и креативная ассоциация управляется сатаной, да, они даже этого не скрывают. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца, и отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его, и жилища его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем, и поклоняться ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит, кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает тому самому, надлежит быть убит мечом. Здесь терпение и вера святых. Вот, поэтому я прошу об этом Отца Небесного во имя Иисуса Христа, чтобы ваши глаза открылись, и вы успели принять покаяние до 2026 года. Да, я прошу об этом Отца Небесного во имя Иисуса Христа. Аминь. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.